Всем привет, с вами снова Славный Дружебломов. Как мне надоело говорить, это с вами Славный Дружебломов. Надо себе какой-нибудь ник придумать, хотя нет, все уже знают меня под этим ником, не буду ничего менять. Быстренькие ответы на самые распространенные вопросы по славным обзорам. Ну то есть распространенные, это значит, что там я вижу 10 раз такой вопрос задали в комментариях. Всем отвечать неохота, поэтому отвечаю на видео, быренько собрав в кучку. Надеюсь, это займет у меня 5 минут, так что погнали. Сколько тебе нужно салфеток? Ты что, ешь как поросенок? Салфетки стоят 14 рублей, оптом, за пачку в 100 листов. Я хочу, чтобы к заказу стоимостью больше 2000 рублей мне прикладывали хотя бы половину этой пачки. То есть салфеток хотя бы на 7 рублей. Вот сколько я хочу. Вот, как говорится, знаете, там хотелка доросла уже или нет? Доросла хотелка до 50 листов салфеток. Если я ем шашлык, я, например, ем его руками. Так, чисто для примера. Вот, ты взял шашлык, ты его зажевал, у тебя руки в жире от шашлыка. Ты взял салфетку, рот протер, руку протер, сидишь дальше, приятно общаешься с людьми. Соответственно, 5 кусочков шашлыка, 5 салфеток. Вот так бы я хотел. Следовательно, если заказ большой, там 6, предположим, разных шашлыков, какие-то гарниры, то хотя бы, чтобы было вот 50 салфеток, салфеток на 7 рублей, было бы неплохо. Соседи шумят, дверь прикрыл. Короче, если у тебя нет никакого культурного инстинкта пальцы от жира вытереть салфеткой, кстати, вот одна салфетка, если ты берешь и там вот так вот все сделал, все, а ее уже нельзя использовать, ты ее скомкиваешь и выбрасываешь. Если у тебя такого инстинкта нет, то я тебя поздравляю, а у меня есть. То есть, если ты заказываешь много-много шашлыка, и ты не хочешь получить к большому количеству шашлыка большое количество салфеток, то свинюшка, друг мой, ты, а не я. Причем от того, что салфетки стоят сущие копейки, недовольство только усиливается. То есть, вот ты сидишь, ешь, ты потратил кучу денег, и вот начинается буквально через минуту. Сколько у нас есть салфеток? А салфеток у нас уже нет, все, каждый взял по салфетке, и салфеток нет, если их вообще не забыли приложить. И начинается, сходи на кухню, у нас есть салфетки, нет салфеток, принеси хотя бы туалетную бумагу. Что, ах ты ленивая жопа, ладно, давай я сам принесу. Но это неприятно, это напрягает. И еще сильнее это напрягает от того, что ты понимаешь, что вопрос это 7 рублей, и убрать этот дискомфорт не стоит ничего. Поэтому салфеточки, это как маленькая, это, конечно, мелочь, но это как маленькая лакмусовая бумажка, говорящая о том, что плевать на тебя или не плевать. Хотят ли люди, чтобы ты заказал у них еще раз, хотят ли они, чтобы ты наелся, чтобы тебе было комфортно, или не хотят. Далее. Зачем тебе вилки или ложки? Вот это, вот это едят руками, а вот тут пьют прямо из пиалы. Каждый ребенок в комментариях хочет почувствовать себя чуть-чуть умнее, рассказывая мне, что по-настоящему-то шашлык нужно есть руками, а суп мисоу нужно, значит, пить через бортик. Объясняю один раз. Сейчас любое иностранное блюдо, которое приобретает популярность в другой стране, оно модифицируется и оно локализуется под запросы, под интересы жителей этой страны. В любом ресторане любого ценового диапазона тебе к лапше подадут не только палочки, но еще и завернутые в салфетку приборы, то есть какую-то там, например, вилку. Умеешь есть палочками, ешь палочками, не умеешь, ешь вилкой. Это не опционально, это уже норма. И не все, например, женщины, которые, например, сидят в офисе и тут заказали шашлык, хотят этот шашлык гигантским куском засовывать себе за щеку, пытаться проживать. Именно поэтому тарелочки, вилочки и пластиковые ножички, какие бы отвратительные они ни были, это стандарт к аксессуарам к шашлыку. Это норма. Я прям как Малышева, да? И ложечка к пиалке с супом каким-нибудь там, это тоже норма, потому что не все хотят пить через край вот так вот. Поэтому умничать по этому поводу, пожалуйста, идите на какой-нибудь другой канал. Большое спасибо. Далее, животрепещущий вопрос про... не вопросы, а там куча разных комментариев, не очень лицеприятных тоже, про девушек в моих обзорах, которые мне помогают. Короче, был у меня знакомый, но он и сейчас есть, гораздо моложе меня, мы часто тусили. Было у него одно свойство. Он... есть, наверное, свойство, хотя, наверное, уже было. Было у него такое свойство. Он обожал людям рассказывать, какие у людей фиговые вещи. Причем я более чем уверен, что у каждого из вас есть хотя бы один такой знакомый из серии... Че это за велик? Стелс? А, ну да. Сколько стоил? 13 тысяч, ну понятно. Че ты не купил нормальный, ты вилл себе за 30 тысяч? Че, вон, дисковых тормозов нету, рамы не карбон. Ну, честное слово ты. Что это такое? А че за телек у тебя? А, это смарт-ТВ или нет? Не смарт, а сколько дюймов? А, ну у меня-то побольше дюймов, у меня смарт-ТВ, у меня-то, значит, проигрывает он все, в интернет выходит. Это, конечно, да. Сколько у тебя, там, не знаю, гигабайт оперативки в компьютере? 8? Не, у меня-то 32, я на меньшее не готов. Я вообще не могу, не мог бы играть с таким компьютером, как у тебя. Ну, фигня какая-то. При этом ключевой момент. Сам этот чел не работал и находился на содержании у родителей. Пару раз доходило до того, что человеку после его высказываний ему приходилось выправлять прицел. То есть у человека жизненный прицел сбит наглухо, там, мушка вот там, целик вот там. Приходилось доходчиво и популярно ему объяснять. Родной, ты находишься у меня в гостях. Ты смотришь мой телевизор, пьешь мое пиво и ешь еду, которую я для тебя приготовил. Поэтому, когда ты собираешься у себя в голове сформировать очередной высер, который вылетит у тебя изо рта, ты, пожалуйста, сначала прогони его через пару фильтров. Типа, есть ли какая-нибудь польза и будет ли кому-нибудь приятно от того, что ты скажешь? А потом уже, значит, начинай шевелить губами. Вы мне скажете, ишь, какой это у тебя знакомый-то, какой мудак? Посмотрите в комментарии. У детишек просто прицелы завалены наглухо, а иногда и даже и у взрослых людей. Процентов 95 моих подписчиков прекрасные люди. Причем среди них есть даже подростки, когда вот иногда разговариваешь с подростком, знаешь, ему 15 лет, смотришь, разговаривают как взрослый человек. То есть такие тоже встречаются, и таких очень много. Но проблема в том, что оставшиеся 5% они ущербные. И фишка в том, что люди, которым все нравится, адекватные люди, их как бы особо так и не видно. А 5% ущербных, они обожают свою ущербность чем-нибудь компенсировать. Например, срачем в комментариях. То есть их как бы просто лучше видно. И вы мне скажете, так, дружу, в чем проблема? Баня их и все. Так я баню. Там рядом с каждым постом есть, рядом с каждым комментарием есть кнопочка запретить доступ к каналу и все. Но эти люди потом мне пишут вконтакте, и они не понимают, за что их забанили, за что их выпилили из канала. Они начинают возмущаться и засирают мне этим всю личку. То есть смотришь там, забанил кого-то, и человек там, давай тебе. Я же не понимаю, за что ты меня забанил, какого черта? Я ничего такого не говорил, дружа. Ты, значит, попираешь мою свободу слова? Окей, выравниваю прицел. Мои подруги самые красивые, самые умные, самые добрые, щедрые и отзывчивые люди на свете. Они любезно соглашаются мне помочь в моих обзорах, потому что одному очень тяжело все быстро распаковывать и взвешивать. И в том случае, если у них есть желание, если у них есть свободное время. За это я их люблю, я их уважаю и крайне им благодарен. Надеюсь, теперь стало понятнее. Поэтому, когда я слышу, вижу комментарии типа «Эта ассистентка не та, давай прошлую!» «Давать тебе, мой юный друг, будет твоя правая рука!» Хотя и в этом я сильно не уверен. «Ха-ха-ха, ассистентка тупая, сидит молчит!» «Тупая, мой юный тролль, была твоя мама, потому что не предохранялась, когда тебя сделала. К чему я это говорю? Не к тому, чтобы малыши это не писали. Они будут писать это по-любому, потому что одним вот таким вот постом, одним видео это само собой не лечится. Там это все, карательная психиатрия нужна. Я это говорю к тому, что не надо засирать мне личку, если я вас забанил. Сначала думайте, что плохого вы хотите написать про моих прекрасных подруг. Хорошие комментарии, кстати, пишите без проблем. Сначала подумайте, надо ли это кому-нибудь вообще. Потом пишите. Но если вы написали какую-то херню полнейшую, не удивляйтесь, что вас забанили. И не пишите мне потом ВКонтакте. Пишут и так очень много, и ваши яростные сопли читать времени нет. А я, пользуясь случаем, передаю большой привет моим ассистенткам. Я надеюсь, что если у них будет время и желание, они мне помогут еще много раз и будут участвовать в моем шоу. Далее. Друже, задерживай курьера в дверях и взвешивай при нем. И если недовес, то ты вот прямо вот так и не плати. Дорогой друг, курьер никакого отношения к недовесу не имеет. И задерживая парня там на 20 минут или на сколько там взвешивая все это, я просто заставляю его терять деньги и как бы отношусь к нему как мудак. Мудаком я быть не хочу, поэтому курьера я задерживать не буду. Хотя бы по одной этой причине. Второе. Даже если я так сделаю, то есть задержу курьера и начну при нем взвешивать, скорее всего курьер просто позвонит менеджеру, а менеджер скажет, чего взвешивают, забирай заказ и вали нафиг оттуда. Хрен с ними, с деньгами. То есть в любом случае, либо он даст трубку мне и менеджер начнет откровенно хамить, в любом случае никакого обзора не получится. И уж конечно этого не будет отснято на видео, потому что такими типа стоп хамовскими темами я заниматься не хочу. А следовательно обзор будет такой. Мы заказали там-то, вы знаете, был недовес и курьер все увез назад, не взяв денег. До свидания. Вы хотите такие обзоры? Нет, не хотите. Ну, далее. Друзья, ты должен требовать свое назад и судиться. Вот я бы вообще их засудил за это. Плюнем в лицо, ударь их и сбей. Дорогие мои интернет-воины, цель моего шоу это, во-первых, позабавить вас, а во-вторых, показать, что такое хорошо, что такое плохо, и почему выгодно делать хорошо, приобретая постоянных клиентов. Цели, там, судиться с кем-то, плевать кому-то в лицо, дорогие мои интернет-воины, мое шоу не преследует. Более того, в любом случае, никто мне денег никогда не вернет. Максимум, что служба доставки, их менеджер, и их менеджер, даже если такой есть по претензиям, максимум, что он сделает, это даст мне какую-нибудь скидку на следующий заказ. Все. Но как же месть? Как же праведная месть? Если меня обидели, если меня расстроили, если меня кинули, то никаким возвратом еды и никаким возмещением деньгами я не могу отомстить больше, чем просто показав в камеру, что мне привезли. Потому что только на данный момент, только из Санкт-Петербурга, откуда я делаю заказы, это мгновенно видят 8 тысяч человек. Человек, минимум, только из Санкт-Петербурга 8 тысяч человек. Вот это, друзья мои, если меня обидели или расстроили, вот это месть так месть, а не возврат 500 рублей за пару шашлыков. Ну вот так вот я быстренько ответил на какие-то основные вопросики. Напоминаю, что есть группа ВКонтакте, ссылка в описании. В группе ВКонтакте видео появляется раньше, чем на канале на Ютубе. То есть вы, возможно, сейчас это смотрите, и видео на канале на Ютубе следующего рецепта или обзора еще нет, а в группе оно уже есть. Как бы это сделано для того, чтобы больше людей вступало в группу, потому что мне там гораздо удобнее читать комментарии, гораздо удобнее проводить какие-то опросы. Ладненько, можете писать, что у меня бомбануло, можете писать, что у меня не бомбануло. Хотел бы я передать большой привет и большое спасибо своим адекватным зрителям, коих большинство челы. Вот не ради плюсов, а реально большое вам спасибо, потому что иногда сидишь и накатывает грусть. Нафига я это все делаю? Надо ли это вообще кому-нибудь? Не стесняйтесь оставлять хорошие комментарии, какие-то слова благодарности. Я их увижу, я их прочту. Спасибо, братюни, спасибо, сестрюни. Буду делать все это и дальше. Сейчас монтажится рецепт пирожков с начинкой, грядет еще обзор доставки. В общем, все будет клево, оставляйтесь с нами. Спасибо вам реально, спасибо. Кулачки, кулачки, прикладываем кулачок к монитору. Вот так. С вами был Дружев, всем пока.